Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Елизавета Никитина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Всемирный день метеоролога. КФУ присоединился ко всероссийской акции 100 баллов для победы. Международный конгресс «Молодежь-2021». В информационном агентстве «Татаринформ» состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню метеорологии и капризам природы. О погоде не только. Смотри далее. 23 марта свой профессиональный праздник отмечают метеорологи. В этот день была создана Всемирная метеорологическая организация. Этот день примечательен тем, что именно на День метеоролога делают прогноз по сентябрь. На пресс-конференции Юрий Переведенцев озвучил примерный прогноз. Согласно данным Гидромедцентра России, апрель будет теплым. Осадки в пределах нормы. В мае уже ожидается дефицит осадков. Температурный фон заметно теплее. В июне осадков будет больше, чем в мае. Июль и август окажутся теплыми. Температура в сентябре будет намного выше, чем положено для осенней погоды. Данный прогноз является приблизительным на 60-70%. Для многих станет открытием тот факт, что название науки, занимающейся прогнозированием погодных явлений, напрямую связано с небесными телами-метеоритами. Точнее, составляемые метеоритами-следами, именуемыми как метеоры. Причина в том, что еще в начале прошлого века метеорами называли больше не небесные тела, а любые погодные явления. К примеру, ветры, дожди и туманы. Слово «метеорология» имеет два корня. Это «метео» и «логос». «Логос» – изучать, «метео» – это небесные явления. По сути дела, в фокус внимания метеорологов попадает не только явление, которое происходит в атмосфере, но также и явление, которое происходит на Земле. Метеостанция Казанского университета стала самой первой площадкой в России, где стали наблюдать за температурой почвы. Еще во времена ректорства Николая Лобачевского во дворе Казанского университета располагалась шахта глубиной около 30 метров для наблюдения за изменениями температуры с глубины. В Казанском университете метеорологические наблюдения начались с 1812 года и не прекращались по сей день. Таким образом, метеорологи Казанского университета наблюдают изменения климата современной. И ими отмечено, что за последние 200 лет в Казани климат стал теплее на 4,5 градуса, что очень немало. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Ленарда Влитьяров, Универ Ньюс. В рамках всероссийской акции «100 баллов для победы» в лицее имени Лобачевского Казанского университета прошла встреча старшеклассников с выпускниками прошлых лет, получившись 100 баллов на ЕГЭ. Все подробности далее. В мероприятии принял участие министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Ходиулин. Он отметил, что главная цель акции – это снятие психологической нагрузки со старшеклассников перед сдачей ЕГЭ. Они должны знать, что вместе с ними готовятся к ЕГЭ и родители, и учителя, и сами дети. Тут ничего страшного нет, потому что в жизни бывают многие испытания. Это для них первый экзамен, первое испытание вот такого уровня. На встрече старшеклассники из первых уст узнали секреты успешной сдачи экзамена. Выпускники-стобальники, уже ставшие студентами, также рассказали им, как заветные 100 баллов могут помочь при поступлении в ВУЗ мечты. И как не податься панике в самый ответственный момент. Я советую готовиться заранее, так как именно уверенность своих сил позволяет себе преодолеть свой страх. Мне кажется, что такие акции довольно-таки интересные, потому что сейчас выпускники этого года, им интересно посмотреть на нас, интересно, чего мы достигли, чего мы добились. И мне кажется, что это их, возможно, замотивирует. Ну, в первую очередь, когда ты готовишься к ЕГЭ, соответственно, и готовишься усердно, это тебе дает большое преимущество в плане самоподготовки, самодисциплины. И, соответственно, в будущем ты этот навык никогда не потеряешь. И, соответственно, это тебе поможет, как мне кажется, достаточно сильно при поиске работы, и даже просто при написании какой-либо научной работы. Кроме того, на мероприятии старшеклассники узнали, что получению 100 баллов на ЕГЭ равносильно победа во Всероссийской Олимпиаде школьников. Также ребятам рассказали о проведении приемной кампании в этом году. Отметим, что ежегодная акция «100 баллов для победы» проходит уже в пятый раз. На этот раз она приурочена к Году науки и технологий. Диана Жиленкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации опубликовало информацию о правилах въезда иностранных граждан на территорию страны. Все подробности далее. Возможность въезда на территорию России иностранные граждане имели и ранее. Однако новым решением правительства стало рекламентирование порядка межведомственного взаимодействия с иностранными студентами. Это распоряжение не дает каких-то новых оснований для въезда. Оно определяет то, какая последовательность взаимодействия между Министерством науки и высшего образования, Роспотребнадзором, Организацией высшего образования, Организацией высшего образования студентам у нас складывается для того, чтобы эффективно организовать этот въезд с соблюдением всех необходимых оснований для безопасности и так далее. Согласно распоряжению правительства, не менее чем за 10 дней до въезда на территорию Российской Федерации студент должен проинформировать об этом свой университет. На сегодняшний день студенты могут приехать в Россию на учебу из 25 эпидемиологически благоприятных стран Белоруссии, Армении, Индии, ОАЭ, Японии и других. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте Минобранауки России. В свою очередь университет готов для принятия, у нас готовы наши общежития, у нас готовы специальные обсервационные пункты, потому что, вы знаете, у нас продолжает действовать порядок, в соответствии с которым студент за три дня до въезда на территорию Российской Федерации должен получить отрицательный тест ПЦР. Далее в течение 72 часов с момента нахождения на территорию Российской Федерации он должен получить повторный отрицательный тест ПЦР. И только после этого он имеет право доступа до очных занятий. Конечно, на протяжении всего этого периода он имеет право заниматься в режиме онлайн. Напомним, порядка 20% иностранных студентов продолжают обучаться в Казанском университете в дистанционном формате. Тимирхан Алишев отмечает, что это вынужденная мера, связанная с ухудшением эпидемиологической обстановки в некоторых странах. Однако университет готов принимать студентов по мере открытия границ. Актуальную информацию будет регулярно опубликовывать Роспотребнадзор. Ее будут доводить и университеты до обучающихся. В Казани собрались студенты, ученые, представители общественных объединений и организаций, чиновники, чтобы обсудить глобальные проблемы воспитания и вопросы работы с молодежью. Что у них из этого получилось, расскажем в нашем следующем сюжете. Несмотря на особые условия, связанные с вызовами пандемии, Конгресс собрал участников из Канады, Италии, КНР, Индии, Турции, Европейского Союза и 31 региона российских... Мы в Айтипарке. Сегодня здесь проходит международный конгресс молодежи в глобальной повестке. Молодежная политика, мировой и региональный опыт. Экзотивы проводятся при поддержке Федерального агентства Росмолодежи, а также Министерства по делам молодежи Республики Тарасан. Прямо сейчас Министер по делам молодежи Республики Тарасан Дамир Фатахов выступает с приветственным словом и с докладом на пленарном заседании. В 2020 году впервые в Конституции России было зафиксировано положение о молодежной политике. Появился закон о молодежной политике в Российской Федерации. Несмотря на это, выпускник Казанского федерального университета, Министр по делам молодежи Республики Тарасан Дамир Фатахов высказал обеспокоенность, что не во всех регионах, как в Татарстане, есть возможность решения актуальных вопросов и проблем молодежи. Поэтому выступил с инициативой создания федерального стандарта области молодежной политики и рассказал о конкретных сроках реализации. Мы готовы взять на себя инициативу, стать некими, не только инициаторами, но, может быть, некой движущей силой работы этой рабочей группы. Я публично со стены сегодня готов об этом сказать. Мы в Татарстане в любом случае берем для себя дату 1 января 2022 года, когда мы его в любом случае разработаем. Вопрос останется он только на уровне Татарстана и какими силами он нам дастся, либо наши федеральные коллеги и коллеги из других субъектов присоединятся для того, чтобы мы сразу сделали его федеральным. Во время пленарного заседания генеральный директор автономно-некоммерческой организации развития человеческого капитала Максим Киселев говорил о том, что у поколения Y и Z главная ценность – саморазвитие. Сейчас конкуреспособная личность должна формировать так называемые метакомпетенции – soft skills и актуализировать набор 21 века из 4К – креативность, коллаборация, работа в команде, коммуникация, критическое мышление. Также он отметил, что нужно принять тот факт, что 80% выпускников высших образовательных учреждений работают не по профессии. Эксперты говорили об изменениях под влиянием пандемии, выхода в онлайн и цифру. Так, директор Центра молодежных исследований Елена Амельченко сказала, что они наблюдают рост ментальных проблем, среди них депрессии, одиночеств, у многих появился синдром психологической неустойчивости, повышенной усталости. По ее словам, через 10 лет фобия небезопасности жизни очень сильно повлияет на жизнедеятельность молодых людей. Во время пленарного заседания Елена Амельченко также рассказала о топ-3 сообществ Казани. Ими стали здоровый образ жизни, волонтерство и велолюбители. Актуальные ценности для казанской молодежи – гендерное равенство, демократия, отказ от физической силы, интернациональность. Это и планировал услышать член молодежного парламента Республики Тарстан студент Казанского федерального университета Максим Бутылин. Я в первую очередь ждал того, чтобы здесь были представлены результаты научных исследований, связанные с процессами пандемии в прошлом году и тому, как трансформируются ценности молодежи. Я это увидел. В частности, представитель высшей школы экономики представил результаты исследований шести городов Российской Федерации, куда вошла в Казань. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!